Здравствуйте друзья! Очередной вопрос зачитывает Светлана. Посетное путешествие, написать книгу, выучить испанский язык, прожив полгода где-то в провинции Аргентины, или же отправиться в Таиланд изучать восточное единоборство. Хочется жить на полную, пока молод, но в то же время и о карьере тоже хочется заботиться. Все время у меня некий внутренний конфликт интересов. Как быть? Стоит ли себе позволять такую экзотику? Ох, какой вопрос-то, да, Свет? Я очень могу на себя это все примерить, переменить, потому что я на самом деле очень такой романтический человек, с завиральными идеями периодически. Поэтому я помню, мы со Светой как-то обсуждали, только-только ворота начали открываться в СССР, и нам знакомы ребята, которые там где-то по израильским делам, и они говорят, есть программа для молодых людей. Мы подходили по возрасту, там, на год поехать в Израиль, там, в кибуце жить, там, еще что-то. Но, понимаете, как получается, а уже нам было там в тридцатничку, и уже там тут бизнес, и там какие-то дела, и там еще чего-то. И с одной стороны дико хочется, а с другой стороны получается, что не очень получается. То же самое вот студенты многие. В Америке очень принято, допустим, на семестр, а то и на год поехать в другую страну. Можно поехать во Францию, можно поехать по обмену, да, можно поехать там в Англию, в очень хороший университет, там, и так далее. Но дальше получается, что некая ткань как бы прерывается, на разрыв идет ткань, которая должна была бы создать основу для чего-то такого там впереди. Если ты ничего такого не создаешь, а живешь как птичка божия, и сам по себе, и так далее. Послушайте, если у вас нет семьи, если у вас нет каких-то обязательств таких, и так далее, да поезжайте в Аргентину, что такое. Но поработайте полгода, никаким образом вы не ухудшитесь, как тестер. А то еще даже можете договориться там на работе, скажете, я из Аргентины, там, может быть, буду тестировать, ну, там, не знаю, там, два дня в неделю. Может быть, там даже зарабатывать что-то будете параллельно. Поэтому я считаю, что есть время, когда можно себе позволить очень многое. И есть время, когда ты уже не можешь, потому что ты завязан, от тебя многое зависит, и у тебя обязательства, которые уже не позволяют тебе брать на себя лишнее. Но, ну, конечно, здорово, я очень-очень хорошо понимаю молодого человека. Другое дело, что зачастую, вот, то, что нам хочется, вот такого плана, да, на полгода в Аргентину, или там, я не знаю, в космос, там, три недели не дышать. Ну, я не знаю, может оказаться завиральной такой идеей, вот, поедешь там на полгода в Аргентину, а через две недели обратно вернешься. Так тоже бывает. Это неплохо. Ничего такого в этом нет. Я не думаю, что вы, как тестер, за полгода как-то ухудшитесь. Больше того, вы можете вернуться, получив испанский язык, и участвовать, скажем, где-нибудь там в локализейшн-тестик, то есть со знанием языков, там, и так далее. Это добавляет вам ценности, как человеку. Есть люди, которые ценны вглубь. Есть люди, которые ценны вширь. То есть интеграторы. Вот я, например, интегратор, я практически ничего, ну, я утрирую, может быть, но не так много есть вещей, которые я глубоко знаю. Но я зато широко вижу многие вещи, мне уже по возрасту положено. И поэтому я могу легко собирать до кучи какие-то вещи, связь между которыми, допустим, 30 лет назад мне бы даже в голову не пришла. Понимаете, поэтому ничего плохого нет в том, чтобы вширь развиваться. Особенно, если у вас есть пару моментов, где вы достаточно глубоко знаете предмет, не вопрос. Свет, что ты думаешь? Но есть какой-то риск в том, что он себе позволит отвлечься от карьеры. Это же не такая карьера, там, тестер программного обеспечения, не такая карьера, где нужно всю жизнь там посвятить, и на три дня нельзя отвлечься, иначе там пропадешь. Нет, спокойно можно на полгода, на год можете отвлечься. Я не вижу проблем. Я не знаю, это очень зависит. Зависит, конечно, зависит от напряженности. Когда молодой хочется путешествовать, а когда старый появляется возможность путешествовать, уже тяжело, уже далеко перелетать тяжело, поэтому тут такая палка до конца. Я бы сказал так, что я к этому легко отношусь. Ну, в конце концов, попробовал и плохо жить в таком, знаете, ощущении, что ты чего-то вот хотел и не смог. Мы как-то с парочкой одной гуляли, тоже наших лет, нашего возраста ребята, муж и жена. И мы молодые женились, мне было 19, я до света 18, а эти постарше были. И вот мне вот эта вот, значит, женщина с той стороны, она мне говорит, вот ты, говорит, Миша, женился молодой, не погулял, вот, и все вот это, значит, давлеет над твоей психикой. А вот я, говорит она, вышла замуж, мне было 25 лет, у меня было три кавалера, и я вот этого вот конкретно, я его сознательно выбрала и так далее, и так далее. Я ей говорю, послушай, говорю, ну вот, а ты скажи, у тебя вот с тех пор прошло там 30 лет, у тебя, говорю, не было ни разу такого, что ты думала, эх, черт, не того, взяла. Она говорит, вот не буду тебе ничего говорить, что, в общем, наводит на мысль о том, что мысль такая, ее посещала. Поэтому живешь, как живешь, и радуешься жизни, и все самое главное, чтобы радоваться жизни. Понимаете, если это давит вас и говорит вам, эх, черт возьми, надо бы, да не смог, пойдите, сделайте, и все, и чтобы не давило. И чтобы в следующий раз, когда вы скажете, не поеду, чтобы вы сказали себя, я и не хотел, и, собственно, подумал, нафиг оно мне не нужно. Вот я бы так это все разрулил. Счастливо.